МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудин пятерка". АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, наконец-то лето, наконец-то жара. И, наконец-то, мы начинаем серию летних игр под общим названием Большой интеллектуальный лагерь. Потому что в этих играх будут участвовать дети, ну, и не совсем дети, юноши и девушки, из летних оздоровительных профильных лагерей нашего города и области. Ну, и первая порция таких участников сегодня у нас в гостях. Эрудин пятерка Большой летний умный лагерь. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня профильный оздоровительный лагерь для лидеров ученического самоуправления, который в этом году уже в 11 раз собирается. Прислал сразу две команды. Итак, лидеры против лидеров. И будем разбираться, кто из них более лидер, кто из них более крут. Итак, внимание! Слева от меня на синей половине студии под синим флагом команда Назара Бордока. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа от меня соблюдаем гендерное равновесие. Справа от меня на красной половине студии Настя Мазур и ее ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы начинаем нашу пятерку с традиционной блеф-игры, с традиционной нашей «да-нет-ки». Назар, кто готов отвечать «да» или «нет»? Я думаю, что самый шустрый человек в нашей команде – это Андрей. Андрей, готовьтесь. Настя, назовите самого шустрого или какого там еще в вашей команде. С Андреем сразится мальчик из нашей команды – Влад. Андрей против Влада. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Отлично! АПЛОДИСМЕНТЫ Отлично! Вот, замечательно! Уже болеют. Итак, блеф-игра. Нужно «да» или «нет» ответить, но перед этим выиграть кнопку. Внимание! Верите ли вы, что антоним, то есть противоположное значение понятия «лидер» – это «аутсайдер». Фальстарт у вас, и играем мы только с Андреем. Я думаю, что да. Великолепно, правильно думаете, и Андрей приносит первые пять очков своей команде. АПЛОДИСМЕНТЫ Верите ли вы, верите ли вы, что лидер белорусского футбола в этом сезоне – Солигорский «Шахтер». Фальстарт у вас теперь, Андрей. Влад с вами? Я считаю, что нет. А кто, может, скажете? Динамо, Брест и Баты лидируют, так сражаясь между собой. «Шахтер» не в теме. Итак, пять-пять. Играем дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Верите ли вы, верите ли вы, что в исламе духовного лидера называют «Аятала»? Прошу, Андрей. Да. Нет, «Аятала» – это, скажем так, специалист по богословским каким-то и правовым вопросам, а духовный лидер у них – шейх. Теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что мировой лидер кинопроката – это фильм «Аватар»? Да. Да, конечно, держит он, держит он лидерство, как и вы держите пока лидерство в этой игре. Ну, знаете, есть такие девочки, которые называются чирлидеры, которые поддерживают свою команду. Так вот, то, что в руках у чирлидеров, называется «Пипидастр». Нет. А вот зря не верите. В самом деле вот эти помпоны красивые, шевелящиеся и блестящие называются «Пипидастры». Теперь вы это знаете. И счет после блефа игры у нас 10-5. Команда Насти, команда красных впереди. Но это только проба сил. Дуэль игра, вперед! И сейчас лидеры команд лидеров услышат то, с чем им нужно будет быстренько провести маленький тренинг. Итак, вы услышите темы наших основных пяти боев – боев дуэль игры. Внимание. Лидеры. Первая тема. Первый бой. Второй бой – великие полководцы. Ну, они ведь тоже лидеры в каком-то смысле. Третий бой – бизнес-персоны, акулы бизнеса. Четвертый бой – герои спорта. И пятый бой – мудрые мысли, естественно, тоже о лидерстве. И у вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Поехали! Вперед! Команда Назара справилась с задачей быстрее, ну, а Настя – качественнее. Итак, играем. Назар. Первый бой – лидеры. Кто готов? Я, как лидер нашей команды, пойду. Прекрасно. Настя? Лидеров будет вспоминать. Лидер по жизни – Фомченко Даша. Итак, Назар против Дани. Вперед! Итак, лидеры. Начнем. Несколько лет подряд она была лидером белорусского биатлона и мирового тоже. Прошу, Назар. Дарья Домрачева. И это правильный ответ. Да. Эти лидеры во время спортивного матча поддерживают свою команду. Прошу. Чирлидеры. Чирлидеры – отлично. Повторение «Мать учения». Играем. Ким Ченг-юн – политический лидер этой страны. Страна называется «Фальстарт», Даша. И отправляется в эту замечательную страну. Назар. Это политический лидер Кореи, Северной Кореи. Северной Кореи или Корейской народной демократической республики. Кенвер великолепно играет, Назар. Он был лидером бессмертной группы «Битлз». Назар? Это был… Это был… Это был Даша, прошу вас. Может, вы узнаете. Это был… Это был Джон Лена. Джон, хорошо. Как-как? Джон Лена. Джон Лена – это правильный ответ. Такого цвета майка лидера на велогонке Тур-де-Франс. Желтая. И это правильный ответ. Отсюда желтая майка лидера. Прекрасно. 25-15. А у нас следующий бой. Вперед! Второй бой. Второй бой. Великие полководцы. Они ведь тоже лидеры. Лидеры иногда стран. Лидеры армий. И так далее, и так далее. И вот сейчас великий полководец Назар, который пока хорошо ведет свою команду, назовет, кто пойдет в бой. Человек, который справится с этой задачей, как никто – Андрей. Андрей. Это ваш второй и последний выход. Настя. Как великие полководцы вели свои команды к победе, так и нашу команду поведет Влад. Хорошо. И Влад снова последний выход. И эту пару мужей. И для Андрея против Влада. Вперед! Играем. Великие полководцы. В выездки и дни 1812 года его войска форсировали Неман. Прошу вас, Влад. Наполеон. Наполеон Балапарт. Прекрасно. Он основал несколько городов под названием Александрия. Александр. Спасибо, Андрей. Александр Македонский. Конечно же. Только человек, который считал себя равным богам, мог основывать города и называть своим именем. Не будучи великим полководцем, тем не менее она подняла всю страну на сопротивление английским захватчикам. Жанна Дарк. Жанна Дарк. Это правильный ответ. Да. Гробницу этого великого воителя вскрыли в июне 41-го года. Ну и тут же началась война. Прошу. Фараон Тутанхамон. Фараон Тутанхамон. В Самарканде он там лежал. Далековато. От Египта, может, Влад знает. Гробница в Самарканде. Великий воитель. Железный хромец его еще называли. Возможно, это... Ну, смелее. Ну. Тимур Лэнг. Великий хромец. Железный хромец. Тамер Лан. Известнейший полководец древности. Ну вот, может быть, так совпало. Но на самом деле вскрыли гробницу. Тут же началась Великая Отечественная. И заканчиваем. Тяжело в учении и легко в походе. Из афоризмов этого русского генералиссимуса. Прошу. Суворов. Александр Григорьевич Суворов. Да. 40-20 пока у нас синее. Ну, слегка впереди. Ну, всего на 20 очков. Что такое 20 очков? Это всего-навсего 4 вопроса. Так что, следующий бой вперед. Суворов. Суворов. Ну вот, психологический парадокс. Почему-то студия всегда болеет за проигрывающих. Ну вот, психологические парадоксы и прочие денежные парадоксы великолепно решают бизнес-персоны. Ну и зарабатывают на этом большие деньги, в отличие от нас. Итак, бизнес-персоны. Назар, кто у вас близок к шуршанию? Будущая бизнес-леди Дарья. Даша, хорошо. Вот уже часть имиджа готова. Настя, кто у вас? На данный момент у нас самая значимая моя персона – это Саша. Хорошо. Итак, Даша против Саши. Вперед! Бизнес-персоны. Джефф Безос, создатель интернет-компании Амазон в списке Forbes на этом месте. Фальстарт у Даши. Ой, поторопилась с открытием бизнеса Даша. Саша, прошу вас. Он на третьем месте. На третьем месте. А Даша, что ты хотела ответить? На первом. На первом, конечно, первый вопрос. И Джефф Безос лидирует в списке миллиардеров. Теперь вы это знаете. Играем. Сергей Брин и Ларри Пейдж изобрели этот поисковик. И очень классно на нем заработали. Они изобрели Google. Google, конечно, это правильно. Причем Сергей Брин – это выходец из бывшего Советского Союза. Играем. Высшего образования он не имел, но стал лидером компании Apple. Прошу, Саша. Стив Джобс. Да. Спокойный. Стив Джобс. И Саша потихонечку начинает выправлять положение. Играем. Илон Маск запустил к Марсу этот Родстер. Родстер – это такой автомобиль. Открытый. Марка его. О, ребята, как же вы. Модный автомобиль Тесла. Теперь вы это знаете. Играем. И заканчиваем. Цукербергу удалось запустить и раскрутить этот сервис, который из обычной уевстетской платформы для общения стал мировым брендом. Прошу. Это был Фейсбук. Почему был Фейсбук? Что же? Это и есть Фейсбук. И будет Фейсбук. 40-35. Саша, вы приблизились к лидеру. Плотную играем. Следующий бой. Герои спорта. Герои спорта, они просто должны быть лидерами для того, чтобы стать, собственно, героями. Начнем. Назар, кого отправляете в спорт? В нашей команде лидер спорта – это Юлия. Юлечка, хорошо, ждем. Настя у вас? Даша, так как она спортсменка, она постарается обогнать команду соперников. Юля против Даши, вперед. Юля против Даши, я вам фамилию, а вы мне вид спорта. Итак, начнем. Улия Эйнар Бьерндален. Да. Бетван. Это верный ответ. Усейн Болт. Бег. Да, это бег на короткие дистанции, прямо как у вас, Юля. Златан Ибрагимович. Теннис. Не-не-не, ну какой теннис. Да, Даша. Известный такой шведд, Златан Ибрагимович. Бетлон. Может быть, да. Да нет, Бетлон уже был у нас. Не то, что Златан Ибрагимович – это игрок сборной Швеции по футболу. Вот такой типично шведской фамилии Ибрагимович. Бывает. Майкл Фелпс. О, а у него золотых медалей больше, чем у всей Олимпийской сборной России. И он великий пловец. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. Михаэль Шумахер. Это гонки. На чем? На машинах. Но Формула-1, я уже не буду придираться. В самом деле, это гонки на болидах, на крутых, мощных автомобилях Формулы-1. И вот Михаэль Шумахер определенное время там лидировал. 55-35. Юля рванула на короткую дистанцию и вывела команду вперед. Следующий бой. Назар, Настя, на последний бой дуэль игры нужны люди, мало того, что мудрые, но еще и логичные. Нужно будет закончить за другого человека его мудрую мысль. Ну а люди, которые эти мудрые мысли озвучивают, они и умные, и мудрые, ну и заодно лидеры. Итак, поехали. Вот такой мудрый и логичный человек это Анастасия. Настя, я жду вас, но по команде. И обращаюсь к Насте, капитану команды красных. Кто? Я надеюсь, у меня с логикой тоже все хорошо. Прекрасно. Вперед, ребята. Маргарет Тэтчер, премьер-министр в Великобритании, сказала как-то. Не следуйте за толпой. Пусть толпа... Пусть толпа следует за тобой. И это правильный ответ. Рузвельт, американский президент. Босс действует за закрытыми дверями, а лидер действует так. Прошу. В открытую? В открытую, отлично. Индра Нуи. С тебя до сих пор возглавляет компанию Пепсико. Если люди готовы идти за вами на край света, то вы такой лидер. Какой? Ну, будьте проще. Возможно, хороший лидер. Хороший, конечно же, хороший лидер. Юлий Цезарь. Ну, вы знаете, герой древней миской истории. Как-то заявил, лучше быть первым в деревне, чем вторым... В городе. К сожалению, он не так сказал. Итак, лучше быть первым в деревне, чем вторым... В миге. Вот если бы переставить буковки в вашем ответе, он... Можно еще раз, нет? Можно, так все. Дайте мне хоть ответить, показать, что я тоже умный. Лучше быть первым в деревне, сказал он, проезжая через захолустную гальскую деревушку, чем вторым в Риме. Все дороги ведут Рим. Рим, тогдашний центр мира. Все логично. Ну и закончим. Такую старую, восточную, тем не менее, лидерскую мудрость. Стадо баранов во главе со львом. Львы. А стадо львов во главе с бараном. Кто? Бараны. Бараны, это правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ 65-45. Синяя вновь впереди. У нас тест-игра. Вперед. СТАЛЬНЫЕ! СТАЛЬНЫЕ! Тест-игра. Тест-игра наше скоростное централизованное тестирование. Пять вопросов с вариантами. Тема... Ну, какая тема, может быть, еще в лидерской игре? Первые. Кто у вас первый? Самый у нас сообразительный – это Даша. Даша. Великолепно. Даша, я жду вас. Настя. Первый. С тестами у нас все хорошо. У Даши. Хорошо. Итак, готовьтесь кричать. Даша. Даша против Даши. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Даша! 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 Все то же самое только по нашей старт-лампе. Вы нажимаете кнопку и называете вариант. А, Б или С. Начнем. Корабль первого космонавта Земли. Юрия Гагарина назывался. А. Арго. Б. Восток. С. Союз. Даша? Его корабль назывался Союз. Союз. Ну, Союз, первый Союз, на котором полетел, это полетел Комаров и разбился. Увы, нет. У вас остались А и Б. Арго и Восток. Восток. Восток, конечно же, плюс 5 очков на подборе. АПЛОДИСМЕНТЫ Первый русский царь. Именно царь. Это А. Иван Грозный. Б. Владимир Святой. И Ц. Петр Великий. Прошу. Иван Грозный. Иван Грозный, да, именно он считается и был венчан на царство, именно как первый русский царь. До него были великие князья. Браво, Даша. Плюс 10 очков. В первый день творения Бог отделил. А. Свет от тьмы. Б. Небо от земли. Ц. Овец от козлищ. Фальстарт у вас, Дашенька, к сожалению. Я рыдаю вместе с вами. И ваша соперница может отвечать А, Б или Ц. Свет от тьмы. Да будет свет. Плюс 10. Старинная латинская мудрость гласит. Уно херундо, нон фа цит вер. То есть первая ласточка не делает. Не делает она А. Гнезда. Б. Весны. И Ц. Ничего. Прошу. Весны. Уно херундо, нон фа цит вер. Не делает весны. Браво. Ну и заканчиваем. Римский император Октавиан Август называл себя первым среди. А. Знатных. Б. Избранных. Ц. Равных. И снова, Даша. Избранных. Эх, мимо. Ну, первой среди. А, Б, Ц, Б ушло. А. А. Первым среди знатных. Первым среди равных. Он был такой демократичный лидер. Мало таких было. Итак, Даша, я боюсь оказаться конкурентом в вашем бизнесе, если случится нам пересечься. Потому что вы так очень классно подняли рейтинг в своей команде. Ну, не в списке Forbes сейчас, хотя в нашей эрудит пятерки. 100 у вашей команды, благодаря в том числе вашим усилиям, и 45 всего у соперника. 100. 45. Но у нас самая дорогая, самая непредсказуемая, самая-самая-самая слайд-игра. Вперед! Их знали только в лицо. Это не реклама детектива или шпионского романа. Это преамбула к нашей слайд-игре. Сейчас на экране будут появляться лица политических лидеров. И нужно их знать в лицо. Кто знает, может, когда вам с ней придется встречаться на G20 или в нормандском формате. Начнем. Кто готов узнавать в лицо лидеров, Назар? Я думаю, что лучше с этим справится Юлия. Хорошо, поехали. Я думаю, что с этой задачей хорошо справится Даша. Секундочку, какая Даша, которая спортивная ходьба? Нет, которая лидер. Которая лидер. Прекрасно. Ну что ж, вперед, ребята. Юля, Даша, ничего жать не надо. Это игра у нас без кнопок, без лампочек. По очереди я буду обращаться. Юля, Даша, Даша, Юля. Правильно отвечаете 15 очков, неправильно вы подбираете и получаете 10. И начинаем мы с нашей Юлии. И первый политический лидер готов, по мануению моей волшебной палочки, моей волшебной указочки, появиться на экране. Это Порошенко, бывший президент Украины. Прекрасно, 15 очков. Хорошо. Дашенька, поехали с вами. Владимир Зелянский, нынешний президент Украины. Да, вот обменялись. Прекрасно. Юля, играем дальше. Это президент Франции. Так, а как его зовут? Естественно, французский флаг, значит. Как же его зовут? Сейчас помню, подождите. Елечка. Три, две, одна. Имя такое у него хорошее. Нет, Даша. Зовут его, как героиню философского романа Арсан. Зовут его Эммануэль. А фамилия его Макрон. Поздно, поздно, поздно. Я играю с Дашей. Даша. Это вам не легкий бой. Не? Это не Трамп, сразу говорю, хотя похож. Да. Это премьер-министр Великобритании. Ну еще не премьер-министр, но близко. А как же его зовут? Сейчас. Нет, не вспомнишь. Не вспомнишь. Это Борис Джонсон. Вот лидер консервативной партии. Ну вот, без пяти минут, лидер Великобритании. Юлия, играем с вами. Это Дональд Трамп, 45-й президент США. С ума сойти, все знает, ничего добавить не могу. Даша. Папа Римский. Папа Римский, да. А, а имя у него есть? Хотя бы имя, фамилию не обязательно. Понятно. Буква неправильная. Другая буква, ближе к концу алфавита. Не Александра? Нет. Его зовут, да, самая близкая к концу алфавита, буква А. Это Александр. Конечно. Зовут его Франциск. Теперь вы это знаете. Играем с Юлей. Это Нурсултан Назарбаев. Да, да, да. В честь которого назвали целую столицу, целой страны. Да, прекрасно. Причем, как ни странно, через дефис пишется. Нурсултан. Даша, играем с вами. Красный флаг. Звезда. Полумесяц. Я не знаю, как зовут этого человека. Ой, ну и зря. Ну, не. А это президент Турции. А зовут его Эрдоган. Итак, кто это? Это Жириновский. Да, Жириновский, да. Итак, 145-75. Ребят, ну это не счет для риск игры. У нас были игроки, которые поднимали сотню на риск игре и выходили вперед, переламывая полностью весь ход нашего соревнования. Ну что ж, риск игра. Вперед! На риск игру должен тебе самый сильный, самый уверенный в себе. В общем, самый-самый-самый. В общем, лидер. Есть лидер у команды Назара? Есть. Я как капитан выбираю себя. Понятно. Настя, я боюсь догадываться, что вы сейчас скажете. Вы правы. Пойду тоже я. Капитанский бой. Вперед! Напоминаю, что темы пяти вопросов риск игры совпадают с пятью темами игры дуэльной. Ну и прекрасно вы знаете. Плюс 20. Правильный ответ. Минус 20. Настя, неправильный. Минус 20. Играем. Лидеры. Так называют товар, который лучше всего покупают. Фальстарт. Фальстарт у вас, Назар. Ну и так, лучше всего покупаемый товар. Тема у нас лидеры. Два слова. Можешь не отвечать, если не хочешь. А если я отвечу неправильно, это минус 20? Минус 20, конечно. Тогда я лучше воздержусь. Хорошо, воздерживаетесь. Это лидер продаж. Вы это неоднократно слышали. Играем. Великие полководцы. Этот командующий фронтом командовал и парадом победы в 1945. Никто не рискнул. А между прочим, это человек, который освобождал нашу Гомельщину во главе Центрального, потом Белорусского фронта. Константин Константинович, или более точно Ксаверевич Рокоссовский. Теперь вы это знаете. Не рискнул. Знал. Прекрасно. Бизнес-персоны. Этот изобретатель Windows часто извиняется за придуманные им три веселых клавиши. Кто же у нас Windows-то изобрел? Вот так вот. Человек старался, старался. Изобретал Ctrl, Alt, Delete. А это Билл Гейтс. Тоже он в первой части списка Forbes среди миллиардеров. Герои спорта. Я фамилию, вы спорт. Виктория Азаренко. Прошу. Это теннис. Это большой теннис, вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ И заканчиваем мудрые мысли. Вове Нарк. Хотите подчинить себе других? Начинайте. А с кого? И Назара не выдержали нервы. Итак, с кого будете отвечать? Нужно начинать с себя. И вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Команда Назара выходит в следующий матч нашей цепочки. Итак, команда Назара выходит во вторую игру нашей интеллектуальной цепочки, нашего большого интеллектуального лагеря. Воспитанники, участники летних оздоровительных профильных лагерей у нас в наших летних специальных играх. Для чего? Да они ведь знают наше главное правило. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»!